всем прекрасный роскошный счастливый приветик смеюсь и вас сейчас рассмешу и посмеемся вместе приветик всем знаете вам рассказывала уже когда-то давно-давно ну два-три месяца два назад месяца получила комментарий написала женщина роза на вся сидит в вот тут швы нет шрам вот тут сделала подтяжку вот тут все в шрамах вот тут потому что к возле уха или за ухо или в общем тут шрамах два ребра убрала чтобы талию сделать а нам говорит что это упражнение получаю следующий комментарий из написала лариса моя хорошая песен роза на вы поставили ботокс межбровку это точно три восклицательных знаков я скорее к зеркалу скорее к зеркалу вот это да я поставила этот а ботокс поставила ботокс на межбровку а а сама я не знаю что оказывается я это сделала я быстренько взяла зеркало у меня есть такое увеличительное и смотрю странно как тут можно увидеть ботокс представляете сейчас я вот по идее вот так наверное это должна в общем девочки ой мои хорошие если вы думаете что за на поставила эту межбровку и это точно я с вами не спорю ну хоть хорошо что хоть мне сказали я хоть буду знать что я это сделала это так же как я два ребра убрала а я и не знала а вам рассказываю это упражнение нам говорит рассказывает упражнение да она два ребра убрала и вот тут всю эту подтяжку сделала вот тут вот тут шрамы шрамы тут или за ухом или было возле уха что-то такое написала ну вы смеялась вот эта часть у меня вот эта часть сейчас девчонки вам уже сто раз говорила еще расскажу мне много есть предложений сотрудничать то есть платно рекламу делать продукт под глаза продукт под веки и мне предлагает очень хорошие деньги чтобы я вам говорила девочки я стала делать и у меня тут нет морщин а у меня здесь нет морщин у меня здесь нет ни одной морщины а мне 62 года девочки веки посмотрите я мазала и вот так чуть-чуть массажик делала а вот такой вот купила аппарат вот так прикладывала этой ложечкой там какой-то холодной специальной лопаточка берите у меня нет не нависает мне такого такого рода сотрудничество предлагают пять раз в день за очень хорошие деньги за очень хорошие деньги и я и и я все канцел я все отправляю я все это канцелей шин делаем то есть я это не но не соглашаюсь не акцептирую это все потому что врать я не буду я это не делаю вот эта часть у меня это большой вода у меня также было у мамы это природная надкосница у меня также было у мамы и когда я в 90 лет говорили там то-то ой мария но эти глазки но эти глазки она нам всегда говорю что они ко мне глазки гла а у нее понимаете уже 90 лет за 9 уже конечно все такое морщинки все а глаза как будто она только вчера сделала вышла и сделала операцию все натянула все по у нее все так было это надкосница такая это встречается такой тип людей у кого вот такая надмену держит природно надкосница держит это так это наследственное здесь у меня нет ни одной морщины и я вам говорила почему я сама была у меня были и у меня это только сделала упражнение которое мне показало это очень результат был очень быстрый колени и здесь я спасала плечо свое левое и вот поднимая эти руки делая это упражнение вот здесь просто моментально вот здесь из я делаю на сегодня вот зимой будет 10 лет как я делаю и за за это время природная надкосница и плюс это упражнение она дала вот этот результат межбровной у меня никогда не было мне тут колоть нечего у меня не так морщин не было не так не было морщин межбровная складка образуется вот у меня есть май в моем окружении у кого кто у кого есть это межбровная она есть из 30 лет она не образуется в 50-60 она очень рано закладывается вот у меня есть приятельница ну и было года 32-35 наверное вот так она у нее просто складкой была и она мне всегда говорила как у тебя так вот ты как-то тут я нету ее как-то вот у тебя говорит как как у тебя так игры я не знаю у нее в 3 у другой у моей гладенькая все хорошенько тоже молодая когда были еще все гладенько все хорошо а здесь вот такая запах запаха западывала еще с молодым так что не не придумывайте сценарий я что стесняюсь или боюсь или хочу казаться у меня есть другие в других местах морщины у меня есть седина у меня есть где тут где-то это понятно я что возраст я свой не скрываю я же не говорит что мне 50 лет и так из-за всех сил стараюсь свое лицо чтобы 62 будет 63 роскошный возраст самый прекрасный самый лучший если бы я ее сделала ой я бы наверное сто раз но может быть и как-то я не думаю что я там с вами советовалась но спросила кто делал дайте какой-то опыт я бы на каких-то сайтах даже не знаю как это все называется где это все колят куда кого идти а еще больше скажу вам я над этим вообще не парюсь и 1 этим вообще не задумываюсь мне это могу я что-то сделать накрасить или наоборот убрать что-то сейчас вот купила блажь блажь это эти румяна свеженькие румяна купила я вам говорила что я у них покупала вот эти карандаши и они мне прислали такую открытку что приходите если вы будете покупать мы вам даем начать на любую покупку мы вам даем 10 долларов вот я у них это блажь купила сделала но я и мне не надо знаете тут вот чтобы я попросила я говорю но мы с ней подобрали говорю подбери меня что-то просто теплая что-то теплое не розовая не коралловая не сам он сам он такой такой рыжеватый тут он тоже такой теплый такой него нет у меня там они какие-то какие-то герлейн были когда-то я их покупала вот они меня вы уже почти закончились говорю здесь дай мне какой-нибудь теплый и мы стали с ней выбирать выбирать и вот на этом остановились вот они на мне сейчас вот это самое многое что я могу сделать потом кто-то написал розанна доводите до конца рот не надо так коротко я посадил думать действительно сейчас уже довела туда потом розанна не концентрируйтесь наверх как-то вот так кто-то мне так как правильно так написал ну вот я сейчас уже видите довела до конца и так ну в общем вот это самое многое что я могу хочу сделать это самое многое не колоть не накалывать что-то напитывать чем-то ну к операции какие-то или что не не рядом не близко не ничего это делать не буду скажу вам почему но кто делает прекрасно сейчас покажу вам вот такие это так они может быть они очень теплые вот они очень я положила прям думаю ну что такое делаю делаю и не видно они прям теплый вот все я уже тоже приспособлюсь чтобы не так много было ну в общем вот такие новенькие у меня есть вот на этом как говорится я заканчиваю все эти покупки потому что как правило зимой у нас зимы сложные зимы долгие зимы снежные холодные и я не люблю зимой ходить делать какой-то шопинг какие-то вещи покупать какие вещи с ветерок вот так чтобы закрыта была тепленькая все ты нигде ничего понимаете поэтому вот это в принципе вот эти все покупки мои заканчиваются так особо больше ничего а тем более осень и зима подойдет вообще все все эти все закончится мои покупки а что еще говорила кто делает это все все процедуры какие-то делает эти витамины там или что такое прекрасно чудесно делаете и красиво и чудесно смотрится и пожалуйста я одно знаю если тебе плохо на душе если у тебя собрались обиды злость уныние несчастье у кого-то агрессивность хоть чем ты закали хоть что ты подкали хоть что ты на себя день она тебя не украшает украшает тебя только твоя твоя легкость на душе если тебе на душе хорошо тебе на лице хорошо если тебе на душе плохо тебя ничего ничем не украсишь ты хоть что ты делай если тебе плохо тебе и на лице плохо вот это я знаю точно это и знаете еще что мне никого не надо соблазнять мне никого не надо привлекать к себе мне никого не надо охмурять я достаточно имею внимание я достаточно имею на себе вот внимание и со стороны и тот круг который есть у меня это не надо мои хорошие пожалуйста пожалуйста заново и поставили ботокс межбровку это точно моя хорошая магия халюся я не додумывайте до меня ничего я не ставила губы вон еле научилась еле научилась рисовать подошел между бровку брови ничего не какой-то тут не такой-то ты татуаж не делала каждый день крашу один раз на крошу один фасон другой раз накрасила другой фасон получился третий раз много понимаете тоже брови тоже нет у меня татуажа глазки вы видели только карандаши купила что-то начала подкрашивать никаких не тут не татуажа ничего не было кто делает красиво делайте пожалуйста я это не делаю мне просто не надо мне не надо и я и так нравлюсь я нравлюсь я получаю комплименты получаю внимание даже кого-то очень интригую даже кого-то очень да в общем так чуть-чуть посмеялись сейчас почитаю один комментарий хороший комментарий моя хорошая это кто написал с девочки у меня же тоже вот а светлана светлана богатырева светлана тоже у меня цифры цифры то надо на на аватарку кликнуть чтобы я увидела светлана написала розанна тема как раз вовремя этот это вчерашнее видео по поводу выйти из себя или поставить на место читать к вот на этот на это видео вчерашние последние розанна тема как раз вовремя я сорвалась опять обиды злость негатив и все из-за того о чем вы говорили собеседник пытался убедить меня в своей правоте очень навязчиво и уйти от этой беседы не получилось и то что я это что я соглашалась с ним пришлось опять и три точки пишите пришлось опять посетить доктора выписаны таблетки более сильные я три года договаривалась собой обходила негатив стороной оказывается я просто все обиды прятала глубоко и вот это все из меня вышло не хотела писать об этом но самостоятельно справиться не могу хотелось бы узнать ваше мнение бывали в вашей практике такие случаи и как с этим быть не хочу больше страдать обижаться и злиться теперь знаю как без этого прекрасно жить прошу розанна ответьте мне вот такой комментарий написала нам еще раз написала нам светлана богатырева моя хорошая это открытый комментарий вы все его можете видеть все его можете читать вы знаете такой трогательный комментарий вот какая служба что вот это светлана это просто как будто бы я сейчас вот вот я почитала комментарий как будто бы я вот это халюся девочкой которая маленькая девочка стоять и не хочу страдать не хочу обижаться не хочу злиться это вот это просто вы знаете как с ребенок вот это вот такое душа у человек вот вы написали комментарий не умом а душой вот душой настолько понимаю ваше каждое слово вот вы написали комментарий я полностью вот эту картину вот я ее понимаю и я ее вот так вот вам сейчас ее разложу моя хорошая собеседник пытался убедить меня в своей правоте очень навязчиво вот этот вот это рассмотрим с вами девочки я ни на чем не настаиваю я ничего не утверждаю кому не не ложится моя философия кому она не звучит вы тоже правы я не настаиваю это моя философия жизни мой огромный опыт общения мой огромный опыт работы с людьми и и плюс что я могу точно вам сказать природная и природная я такая была всегда плюс наложился на это опыт вот эти все состояния я их могу собрать я их могу рассказать что это такое у моей мамы так было она она так жила всегда но она это не она не понимала что вот как кто-то кто-то написал что розанна я не знала что такие семьи бывают что не ругаются я сама не знала я дубы во все такие как у нас я столько звонков от своих родных вчера получила что они мне говорили спасибо что ты сказала вы действительно у нас никто чтобы я с твою родной сестрой поругалась мы с ней одногодки мы с ней вместе замуж вышли мы с ней первых детей вместе рожали у нас просто две свадьбы было у меня в мае у нее в августе у нас тут же появились дети через 10 месяцев то есть ну мы выросли вместе ты и мы чтобы мы к я когда-то своей сестрой поругалась или то есть я тоже не знала что я для меня это вот понимаете как будто у всех так я даже когда кто-то говорил мне так это резал ухо думаю как братом поругаться не разговаривать или там конфликты у родительный то есть я тоже не понимала что такое может быть вот вы пишете моя хорошая а в общем ни на чем не настаиваю ничего не утверждаю кому близка моя философия жизни окей кому нет вы тоже правы и так моя хорошая вы пишете пытался меня убедить в своей правоте причем навязчиво вот давайте от этого отступим вот вы себе собеседником говорите он вас пытается в чем-то убедить навязчиво в чем-то убедить вы с ним категорически не согласны вот я сейчас что-то говорю а кто-то меня смотрит и он категорически не согласен что надо сделать в этот момент вот что надо сделать в этот момент вот включила видео вот раз за над это что-то рассказывает а я прям у меня в распирает я не согласна что надо сделать правильно надо закрыть видео идти дальше а кто-то начинает писать это не так а это не то а это то есть начинает со мной вступать вот вот это вот называется то что он вам вас в чем-то хочет убедить навязчиво и а уйти от беседы вы пишите не получилось вот в чем проблема моя хорошая все вот тут вот вот под носом уйти от беседы не получилось вы должны были закрыть видео и уйти дальше или прекратить беседу отдать ему все полномочия там не с кем разговаривать отдать человеку его эти полномочия и при вот если бы вы на этом этапе закончили беседу вы бы дальше что вы пишете розанна я сорвалась да как сорвалась опять к доктору и еще сильнее таблетки дали вот к чему мы пришли с вами что значит я буду доказывать я буду спорить я доказывай спорь а ты видишь человек набирает оборот а человек голос поднимать а он уже тебя вообще не слышит шкому доказывать он тебя не слышит кому доказывать ты доказывать можешь вот так как получилось у светла у светланы как получилось что она попала к доктору все она сорвалась кому она доказал кому она сделала это для чего она сделала и умница она все прекрасно понимает на просто с собой не справилась но все так вы так хорошо написали моя хорошая вот вы знаете как мы написали как будто бы как будто постучались дверь еще тут постучусь еще тут постучусь может я где-то найду как мне разобраться как разобраться не хочу страдать не хочу обижаться и не хочу злиться и вы уже первый шаг сделал вы стучите себе в двери когда вот у вас вот вот у вас тупик опять таблетки еще больше чем раньше были еще еще больше дал доктор опять все это все 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 три года было как будто вы себя поддерживали к старались и все опять вылилось понимаете моя хорошая не с кем спорить ни о чем спорить нечего доказывать нечем о чем моя хорошая пишите вот выписаны таблетки более сильные я три года добивал договаривалась с собой обходила негатив стороной и все-таки вот вот так и так у вас получилось значит смотрите на чем вы вот споткнулись на чем вы споткнулись почему вы опять на том что и уйти от беседы не получилось и то что я соглашалась с ним привело меня к доктору вот уйти от беседы в любом варианте если просто уйти от беседы можно уходить и если нужно чтобы человек вот не нагнетал нигде сказать окей хорошо я разберусь если ты считаешь что так ты ты по-своему прав я разберусь то есть любым способом закончить обойти это то ли дать ему право что он прав то ли просто прекратить беседу если вы можете на этом этапе прекратить иногда человек не слышит он не хочет тебя отпускать он уже завелся ему нужен вот этот вот раш а ты этот раш поддерживаешь ты доказываешь и и что в итоге моя хорошая старайтесь старайтесь если вы видите что человек нагнетает повышает голос повышает тон что-то как будто знаете как сам себя заводится с кем там разговаривать кому доказывать он все он ничего не слышит он только свои его я не на чем еще раз говорю не настаиваю и ничего не утверждаю если вы меня услышите моя хорошая не хочу больше страдать обижаться и злиться это вот следующее отче о чем мы сейчас с вами поговорим это роскошно что вы написали не хочу больше стран дать не хочу больше обижаться и злиться и страдать и обижать и злиться это что-то накопившиеся откуда-то оттуда и на сейчас вот она там собралось она там грузом за что-то за прошлое висит а сейчас я покупаю мне не тот пакет дали или что-то и она у меня я взрываюсь но я взрываюсь не из-за пакета и не из-за того что автобус опоздал или там меня в автобусе кто-то толкнул нет это повод а ты в это это прошлое вот это злость прошлое страдание и обиды обижаться разберитесь первое с чем вы должны разобраться ну вот еще раз спасибо большое за такой такой очень комментарий вот знаете я вот прям ребенка вас такой вот такой хороший ребенок вот он не знает он хочет но он не понимает как и вот он на таком распуте ну что я не хочу злиться я не хочу как мне это сделать я не понимаю это очень трогательный ваш комментарий очень трогательный моя хорошая знаете я вас просто обнимаю и по спинке постучу похлопаю так по спинке очень-очень чтобы чтобы вы успокоились вы умница то что вы хотите не злиться не страдать и не обижаться первое что вы должны сделать это наладить сон и опять девочки куда мы идем к чему мы опять идем сон питание мысли и кто хочет дальше упражнение ну а на сегодня я понимаю сон питание мысли и без упражнений никуда физическая нагрузка нужно то что я хожу на работу устаю то что я в огороде много сделала то что я постирала убрала это не физическая нагрузка это работа это труд а то что нужно сделать кому на спину кому на руки кому на грудная клетка здесь выпрямить кому растяжку сделать это вот это вот эти вот каждого свой свое хотя поднимать руки это всю весь комплекс это и растяжка это и спину выпрямить это и вот тут голодную клетку расправить это все 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 ничего не лучшего не придумаешь на свете ну у кого есть свое свое окей так что светлана моя хорошая разберитесь со сном вам нужно очень хорошо разобраться со сном потому что состояние страдать обижаться злиться это явно нарушен сон явно мысли крутятся бегают мысли особенно если это мысли ночью это такие бесполезные и выматывания ночью ночью глазки за к ночь для чего постель ты в постельку легла для чего глазки закрыть и спать не думать не сценарий писать за кого-то или за себя ты спать легла это ты пришел когда на кухню садишься тарелку супа поставил для чего покушать не думать а покушать для чего ты суп себе сварил поставил тарелочку супа что чтобы сидеть и думать накручивать себе еще и про прошлое думаю к из каждому периоду времени есть есть специальная предназначить в туалет и пришел сел в туалет для чего не думать всему есть свое время думать время самое лучшее утром утром когда ты принял душ когда ты сделал свою гигиену когда ты сделал там кому что чего а тут посмотришь а что мне нужно было приду а мне вот это надо было подумать вот это я себе даю 15 минут подумать все остальное мне до работы добираться мне нужно идти с хорошим настроением прийти на работу работать не надо как я на работе что я буду думать на работе про что я свое личное мог ничего потом мне нужно пойти продукты я покупаю продукты должна смотреть что я покупаю чтобы это овощ или какой-то другой другой продукт попросился ко мне они просто я его взяла и положила и пошла о себе думаю свое что-то 15 минут день вот первое что с этим разобраться а второе смотрите еще раз говорит это некрасивое слово тупо мои видео они вам зайдут и они вам заходят и вы умница вы все услышали после моего видео и пишите за на тема как раз вовремя смотрите посмотрите что у вас происходит мое видео вовремя к вам пришло это вот выпас вот понимаете что делаете вы стучитесь о по видео пришло вы опять постучались тем что вы написали комментарий вы постучались вы комментарий написали вы постучи я вам ответил посмотрите что происходит вам идет вот эта поддержка вам идет почему потому что пишите не хочу больше страдать обижаться и злиться теперь знаю как без этого прекрасно жить прошу разом ответьте мне вот моя умница вот это видео пересмотрите 10 раз еще какое-то вам поэт начнут появляться вот эти вот вот эти science сигналы тот вы их услышите вы их услышите вы очень готовы вы очень близко вы хотите от этого избавиться а когда хочешь от чего-то избавиться или хочешь что-то тебе эта информация дается дается только ее услышать надо услышать надо ее ну вот так моя хорошая блажь румяна девочки мои хорошие если я захочу какие-то уколы сделать или какие-то подтяжки или я точно скрывать не будут точно скажу хочу делать не знаю что лучше или знаю что лучше или как здесь что делать но честно сказать мне настолько этот вопрос не интересует меня одно интересует мое хорошее психологическое состояние почему потому что на моей жизни на моей практике люди которые многого в жизни добились люди которые успешные состоятельные состоявшиеся в жизни а голова не работает хоть что ты сюда на день хоть что ты тут на колей хоть что ты как что за собой имели ты ничего если у тебя психологическое состояние не годится ты ни о чем поэтому ботексы и вот это все кто делает пожалуйста мне это не интересно и не надо мне это приписать мне это не интересно мне интересно только хорошее приятное психологическое состояние и тогда у меня большая есть практика я знаю что это такое и чем старше тем больше думать про это состояние а не про вот эту складку тут такое видео еще буду сейчас это делать может быть сегодня может быть завтра такое тоже классное классное видео нужно и ну кто услышит кто кому как показывала же вам показывала же вам я эти розовые пудровые которые я эти кеды купила не вылазил из них такие хорошенькие такие хорошенькие все последнее все что купила очень приятное очень хорошее но вот говорю вам вот еще венды тротуар который у нас будет если будет в этом году если будет пока ничего нет обычно в августе но может быть туда подальше но вот если будет еще пробегусь посмотрю что думаю что только я могу ну вот я всегда там хороший очень постельное белье могу взять хорошие хорошие компании ну что еще такое ну просто так посмотрю просто брать уже больше не думаю что я что-то буду буду свои вещи которые есть чем-то как-то комбинировать все косы тоже видите отрастают тут уже вот какой-то хвостик делается но все равно вот сейчас вам покажу вот это вот еще смотрите то на все видите какое но должно все туда пойти нету больше скрепочек наш все должно а вот еще заколочка идите она еще все равно а когда вот это все сюда чуть-чуть отрастет она все должно вот сюда вниз пойти тогда она будет как-то посмотрю как-то будет поинтереснее не знаю как будет как будет получаться буду смотреть ну вот сделаю еще одно видео тоже какой вывод сделала этот это это видео вывод который я сделала по таким большим большим наблюдением которые происходили я одну так просто гениальную простую вещь которую я заметила простая просто вот вот она вот она прям а я ее так четко я так ее четко зафиксировала и заветила очень сделаю еще одно видео все обнимаю вас жду от вас лайки не страдать не обижаться не злиться а счастливый поставить лайк и это будет начало начало вот в эту гармонию гармонию здесь как только будет здесь в порядке поверьте мне все в жизни по-другому когда здесь хорошо него тут тут или где еще делают когда здесь хорошо внутри это это потрясающее удовольствие вот это есть удовольствие жить все обнимаю вас пока